Привет, дорогие друзья! Вы без сомнения посмотрели мое предыдущее видео, в котором я показал, как украинские политики очень-очень смелые, ну когда они находятся внутри Украины, на украинских же телеканалах рассказали, что глава Совета Европы, ну может быть даже немножко недостоин представлять Совет Европы и вообще как-то, знаете, пытается может быть немножко удалить Совет Европы от европейских же, понимаешь ли, ценностей. Кому, как не украинским политикам, это знать? И вот они это рассказали, рассказали, а я себе подумал, знаете, проблема в том, что очень много ничего рассказывают, а в Европе об этом не знают, потому что, конечно же, в Европе никто не смотрит украинские средства массовой информации, что бы вам ни рассказывали, да, их никто не просматривает, они никому не интересны, нафиг. А вот мы решили, а не угрожает ли то, что рассказывает Ганна Губко, Борислав Бляхер и прочее, вот может быть как-то это может быть даже грозит главе Совета Европы. Я, как европеет, знаете ли, я всегда на стороне Совета Европы и, конечно же, его главы тоже. Поэтому мы решили что? Мы решили написать письмо для того, чтобы просто предупредить, поставить в известное, знаешь, если ты видишь беззаконие, постарайся его как-то остановить, схватить за руку преступника. 27 ноября глава Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анна Габко сказала, что господину Торбиену Ягланду нужно было успеть взять пример с Агромунта. То, что взгляды Торбиена Ягланда как официального представителя и главы Совета Европы не соответствуют ни принципам, ни значениям Совета Европы, а все эти попытки дискредитировать и ослабить и все европейские институты. Объявление прозвучало в интервью для украинского телеканала, который связан с президентом Порошенко со ссылкой на 3 минуты 33 секунды украинский язык. Эти заявления следует рассматривать как прямые угрозы и давление на Советы Европы, а также как призыв выразить ненависть господину Торбиену Ягланду напрямую. Я небезразличный украинец, который очень устал от этой политики запугивания воровского президента, заместителей воров, которые только портят образ Украины в мире и продолжают безнаказанно разрушительную политику против нашего народа. Я просто хочу предупредить вас об их злонамеренных намерениях. Очень часто через средства массовой информации они делают такие незаконные вещи. Спасибо за внимание. Пожалуйста, будьте с ними осторожны. Я очень надеюсь, что люди, которые прочтут это со всей серьезностью, а чтобы вы понимали, иногда люди, которые работают на не очень больших должностях, они получают такого рода письма и относятся к ним очень серьезно. И я считаю, что если Ганна Габко хочет что-то сказать главе Совета Европы, то она должна это делать в Европе. В Европе прям. Вот когда они находятся в ПАСЭ, они должны выходить и делать такого рода заявление. За спиной это как-то не очень красиво. Но надеюсь, что теперь Петр предупредил, все будет теперь хорошо. Следующее наше видео смотрите через 7 часов. Через 7 часов будет оно посвящено белорусам. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.